Добрый день! Каждый год накануне Страстной Седмицы настоятель храма Рождества Христова в деревне Тарычева близ города Видный отец Вячеслав вспоминает проверенный рецепт куличей. Делает это он сам вместе с членами своей семьи. Этим рецептом накануне пасхальных дней он с нами и поделился. Почему вы решили заняться куличами? Изначально они возникли, потому что мы любим готовить. А в дальнейшем мы решили испечь куличи для наших прихожан. И теперь вы этим занимаетесь сколько лет? Теперь уже 5 лет мы печем. Куличи у нас творожные. Они состоят из муки, сахара, яиц, творога, масла, изюма, ванилин и разрыхлитель. Вот и все. Это очень вкусный рецепт. И нам он нравится. Тогда приступаем. Да. Как надо? Мука, значит сахар, яйца и творог. Мы сейчас должны масло... Можно все показать. Да, все у нас готово. Масло мы должны, вот я возьмем дежу, и масло мы должны перебить с сахаром. Сначала сахар. Если мы положим сначала масло, то оно прилипнет к дну. А если мы вот так сверху положим на сахар, уже будет лучше. Сейчас мы это заложим в миксер и будем взбивать. Ну, у вас настолько, как я понимаю, хобби уже поставлено на некие такие профессиональные рельсы, что вы купили и специальную технику, да, вот и миксеры, и промышленные миксеры у вас есть, и прекрасные плиты, духовки. Потому что на хорошем оборудовании приятно работать, во-первых. Мне нужно это включить. Включайте. На хорошем оборудовании приятно работать. И в печках, хорошая печка всегда нужна. И не только что-то из печи приготовить. Она же универсальная. Желательно, чтобы все ингредиенты для выпечки были комнатной температуры. Вот если масло холодное, оно будет прилипать к стенкам, а сейчас вот оно прекрасно взбивается. Ну, расскажите мне что-нибудь о храме, замечательном вашем прекрасном храме. У нас старинный, очень уютный храм домашний, поэтому приглашаем всех к нам вместе помолиться, прославить Пресвятую Богородицу. Так, ну, по идее, можно добавлять творог. Давайте. Давайте. А почему, скажите, пожалуйста, вы сами в этом во всем участвуете? Обычно это редко встреча, когда священник, да, тем более отец-настоятель, занимается выпечкой куличей. Мы вас заставали за работой, значит, производства котлет, еще что-то. Откуда это у вас такое желание-то? Мне это нравится, это, можно сказать, даже мое хобби, во-первых. Во-вторых, даже прихожанам приятно, что эти куличи испек священник. Теперь мы перебиваем творог. У нас воскресная школа. Очень хорошая, наш такой большой энтузиаст, Дякон Владимир, очень любит детей, он занимается с ними. Дети у нас занимают призовые места на Олимпиадах, в воскресных школах. Да, есть даже такой. Да, ведь в нашем благочении уже больше 10 лет проходит эта Олимпиада, после Пасхи она проходит. Потом интеллектуальные игры, что, где, когда мы тоже принимаем участие. Любим паломничать, ездим в разные паломнические поездки. Вы молодым человеком пришли в церковь, в храм. Как сделать так, какие условия должны быть, чтобы молодежь пошла, увидела этот мир, познакомилась? Что нужно сделать? У нас сейчас для этого очень много есть условий. Да, которых не было раньше. Главное, чтобы было желание. Ну а откуда? Оно же должно откуда-то появиться. Смотрите, сейчас при храмах молодежные клубы, киноклубы, поездки, различные встречи, День православной молодежи. Сейчас есть масса разных мероприятий для того, чтобы привлечь молодежь. Поэтому церковь и храмы сейчас максимально прикладывают для этого усилия. Но, как я уже сказал, главное, чтобы ребята захотели. А вы как захотели? Почему вы захотели? Как произошла встреча у вас с Ладыкой Филиппом? Это долгая история. Я просто вырос в храме. С первого класса я алтарничал. И любил очень алтарничать, любил храм. И так вот получилось. Но кто-то вас привел? Мама привела, да. То есть, все из дома и из семьи. Я хочу снять со стенок смесь и посмотреть, как она перебилась. Вот, в общем, все замечательно. Сейчас будем вводить яйца. А, то есть, это потихонечку, все постепенно ингредиенты вводятся? Да. По идее, можно даже сейчас это сделать. У нас отношение к воскресной школе следующее. Я считаю, что ребенок не только должен приходить в воскресную школу, ну, которая, как правило, проходит по воскресеньям, но еще быть на воскресном богослужении. Поэтому, когда нам говорят, что мы хотим детей в воскресную школу, я говорю, пожалуйста, но воскресная школа начинается с богослужения. Поэтому дети на службу идут, молятся вместе, потом пьют чай и занимаются уже с преподавателем. А нам пора вводить муку. Прекрасно, давайте. Мы будем по частям добавлять. Мука, высший сорт. Так, сейчас мы поменяем скорость, потому что на второй скорости это все сейчас разлетится. Так, можно добавить изюм. Это последний штрих. Да, изюм нужно замочить. Ну, вы покажите на камеру. А, вот я показываю. Он такой мягкий. Ну, что сухой изюм, он влагу в себя заберет. Потом нужно замочить. Почти готово. Получилось вот такое тесто. Отправляем в духовку. Итак, наши куличи готовы. Первая партия. Да. О, какой запах. Запах прекрасный. Аромат горячий. Отец Вячеслав, вам самому-то нравится это дело? Очень нравится. Посмотрите, какие они красивые. Да, и поднялись все. Нужно сейчас остудить. И помажем помадкой. Вот когда мы сахар сыпем из сахарницы, мы никогда не знаем, сколько мы насыпали. А ложкой или рукой ты уже чувствуешь. Отец Вячеслав, как вы все хитрости-то постигали? Секрет фирмы. И вот просто размешать, да? Да. А кто у вас на помадке обычно в такие дни? Помадка тоже такой довольно трудоемкий процесс. Поэтому все, кто свободный, привлекаем. И прихожан наших тоже помогают. То есть куличи вообще объединяют приход? Да. А что еще объединяет приход? Приход объединяет молитва общая, богослужение. Паломнические поездки очень объединяют людей. Вы многому прихожан научите. А чему прихожане научили вас? За десятилетие настоятельства. Смирению, любви к ним. Помадка готова. Берем куличик. Он остыл. Должен полностью остыть, потому что на горячем она стечет. Берем вот так вот по центру положили. Видите, само течет. И вот так. Не прям сильно, а вот по чуть-чуть. Она сама течет. Вот еще можно взять чуть-чуть. Скажите, пожалуйста, как в такую неделю, страстной седмицу, у вас хватает времени еще заниматься куличами? Мы стараемся к великой среде уже выпечку закончить, потому что с четверга самые начинаются службы. Великий четверг, Великая пятница, поэтому да. То есть это все заранее? Да. Вот, собственно, больше не нужно. А можно я попробую? Пожалуйста. Помадка сейчас сама растечется. Ну и ждем от вас, Бачка, несколько слов о Пасхе, об этом празднике и поздравления. Все равно уже накануне. Я серьезно поздравляю всех верующих, всех православных с великим светлым праздником Пасхи. Это самый радостный, самый счастливый, самый долгожданный праздник. Поэтому хочется пожелать, чтобы радость, которую мы испытываем от общения друг с другом, от богослужения, от подготовки к празднику Пасхи, от той радости духовной, которую мы испытываем во время Великого Поста, чтобы праздник Пасхи, он как бы подытоживал все наши труды и радость, которую мы получаем, которой мы делимся, любовь мы дарили всем нашим близким. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok